у нас скоро скоро поездка в следующее место не буду говорить куда потому что я нашла место которое нормуль поэтому завтра буду бронировать надеюсь что там будет место потому что за бронировать я могу но ты должен ждать conformation поэтому посмотрим надеюсь раз бронировать можно значит у них есть место я так думала бы что система так построена но это будет айдаху на границе с вайомингом потому что мы постепенно начинаем наш путь севера на юг не торопясь но когда уже везде будет холодно мы собираемся быть где-то во флориде поэтому медленно постепенно движемся уходим от севера конечно очень жалко что лето такое короткое что штаты такие большие потому что мы только одну часть маленького орегона увидели мы только маленькую часть вашингтона увидели даже не ту часть вашингтона которая хотела увидеть мы увидели не вес айдаху мы вообще не вы увидели весом монтана мы только маленькую часть тоже не ту часть который я бы хотела увидеть или это такое короткое печально потому что столько много мест и просто времени достаточно все увидеть потому что все эти места таки большие единство конечно можно было бы как некоторые люди по две недели везде оставаться но как бы это не наш вариант потому что мы хотим наслаждаться мы хотим отдыхать мы хотим нормально да все смотреться две недели то это как понять две недели только приехал все поставил одни выходные а следующие выходные уже уезжать надо то есть вообще ничего не увидишь правильно особо то что ну я работаю потому среди недели мы среди недели тоже много чего делаем но это не то же самое когда ты две недели в отпуске и все две недели каждый день весь день может это делать это узнаете потом выгораешь потому что каждый день куда-то ехать что-то делать иногда просто хочется остаться дома мы такие люди мы хотим иногда просто остаться дома никуда не ехать ничего не делать поэтому когда у тебя две недели время тебе кажется что у меня нету время отдыхать я должен все успеть увидеть когда ты где-то месяц остаешься ты можешь спокойно не торопясь все узнать все посмотреть плюс месячно оставаться варьи парках выходит дешевле потому что они вам дают другую ночной другой ночи ночной рейд да то есть если скажем за ночь они берут обычно 49 долларов если ты бронируешь месяц у многих за ночь цена падает там на 29 на 18 долларов и поэтому выходит что иногда за месяц ты можешь платить 900 700 до если ты взял бдв недели ты заплатил бы 1200 к примеру у меня был такой случай в колораду тогда три недели вышли в 1500 а целый месяц вышел в 728 насколько резко все поменялось на была в магазине покажу вам что я купила смотрите была в марте да и купила такой вот наряд я люблю такие вещи на каждый день когда хочется поудобнему куда-то выйти вот конечно покажу вам только самые интересные вещи как не буду вам еду показывать я очень для туалета люблю вот эти штучки хорошо пахнет когда смываете да и сразу как и вся комната хорошо пахнет люблю потом я купила такие мешочки это чтобы знаете вот нежное белье или что-то такое вот нежное что может машинка стиралка порвать вы это кладете вот вы это кладете в такой вот мешочек там не знаю какое-то нежное нежное белье которое машинка может порвать потому что она нежная да вот мешочек кладете на замке закрываете и как бы вот моется но в то же самое время защищает чтобы ничего не порвалось купила чарунки шапочку пять долларов я просто захотела купить я давно и не покупала я бы знаете я раньше у чарунки свой инстаграм и я раньше очень много вещей покупала ободки костюмы чтобы вот одевать собака потом фоткать это так мило но я не сдержалась я давно ничего не покупала я решила взять и такую шапочку потому что здесь даже вот ушки когда вам все покажу надену шапочку посмотрим как это выглядит по идее должно и подойти размер писала что это подходит овчарка у меня чарунка меньше чем овчарка поэтому вот что еще решила пора отбеливать зубы я взяла такие вот видела в омарте я не люблю брать вот этот колгейт или вот эти все какие то другие потому что у меня от них у меня просто история ужаса я один раз отбеливала зубы я колгейт кажется использовала я нанесла полоски я даже не выдержала все время которое типа надо их оставить у меня начали зубы так болит адски и мне зубы два дня болели и у меня никогда только боли не было такая боль когда ты даже спать не можешь просто болит когда вот зубы болят все зубы просто болят это было ужасное чувство с тех пор я короче никогда больше не покупала полоски кроме как какие то там натуральные или что то такое и я увидела что это у нас профессиональные результаты спустя 30 минут и эмаль не портит попробуем посмотрим я просто очень много пью кофе и я иногда вот вижу тут и там у меня чуть-чуть начинает жильцеть поэтому зубная паста для отбеливания не совсем помогает поэтому иногда тут и там хочу найти полоски которые можно не часто вот иногда использовать чтобы отбелиться зубы но в то же самое время чтобы зубы после них не болели потом я купила я увидела доктор тилз люблю доктор тилз и я увидела что у них здесь масло для тела которое можно использовать во время душа и это у нас вкус shea butter and almond oil и почему я это взяла потому что мой самый любимый пилинг или скраб shea butter and almond я решила если скраб такой вкусно пахнет он наверное тоже должен вкусно пахнет давай понюхаем я не хотела в магазине открывать портить я конечно сейчас не открою потом вот в магазине не хотелось открывать как бы да портить товар грубо говоря божественно пахнет как скраб вкусно вкусно унюхала вкусно стоило кажется 5 долларов и потом взяла скраб потом я взяла я хотела попробовать от NYX какой то карандаш хайлайтер потому что у меня нет карандаша у меня пудра но иногда хочется карандаш посмотрим как оно выглядит что это у меня здесь а о о о о да у у у обожаю у о о о отлично 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 нифига себе посмотрите я в шоке Класс И это уже почти все Увидела, нам нужен спрей Увидела, что теперь спрей против солнца Вот солнцезащита продается В виде такого спрея 11,95 Без налога, потому что мы в Монтане Потому что в Монтане нет налог на продажу Поэтому, как написано 11,95, так же и стоит 11,95 Конечно, это дорого за этот размер Но это новинка, поэтому И попрыскал, я очень захотела И последнее Гель для бровей от Maybelline Потому что мой закончился Я обожаю Гель для бровей Такая щеточка Все как люблю Тогда по-быстрому просто намазала И все, ничего не надо Подожди Здесь ушко Подожди 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 Вот так вот Стой Подождите Стой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас почти 3 часа дня Мы поднимаемся Поднимаемся все время Мы поднимаемся все время наверх Мы уже устали Потому что Жарко Хорошо, что здесь хоть лес и Тенек Субтитры сделал DimaTorzok И вот следующий суббот Мы уже уезжаем Покидаем Монтану Возвращаемся в Айдаху Но С границы Вайомик Будем там месяц Ни людей Ни души Только мы Природа И все Тут просто висит Я бы сказала Целое бедро Вот Отсюда ноги иду Да? Я думаю Бедро Типа Вот ноги Ноги Попа Не знаю Мы просто чисто случайно Увидели медведя Далеко Но я его засняла Мы его увидели Главное ты видел Он на этой горе Он наверх поднимался По горе По этим камням Вообще-то просто Мы остановились Я хотела сфоткать Вид здесь красиво Здесь поле открывается И там дом Все дела И очень красиво И потом Муж говорит Там козел И я начинаю смотреть И мы понимаем Это медведь Я надеюсь Он от нас убежал Да Мы с мужем говорим Я думаю Это был блэкбер Это не гризли Потому что У него не было Вот этого Как этот хамп На русском Горб На спине Поэтому я думаю Что это Блэк Браунбер Да? Блэкбер А гризли Это браунбер Вот У гризликов У них как бы Горб на спине У него не было Горба И Я думаю Здесь увидеть гризли Маленькие шансы Я думаю Все-таки Увидеть медведя Здесь Да Короче Мечта сбилась Буквально Вчера на работе Разговаривала Что обсуждали Кто каких зверей Видел Я сказала Что я вообще Не медведя Никого Ничего Не видела Они все Всех Видели Мой менеджер Вообще И лося И гризли И медведя Все подряд Он своей жизни Уже видел И вот Вчера про это Говорила Что я вообще-то Хотела бы Очень сильно Как-нибудь увидеть И мы с мужем Тоже всегда Угораем В том плане Если увидеть Так бы Далеко И вот Мы как раз Вот увидели Далеко Мы прошли Где он был Да Но просто Это не было Прямо Знаешь Мы идем И из кустов Перед нами Выбегает Это было далеко Я могла заснять Он от нас Убежал И Классно Главное С таким видом Да Я вот это Хотела заснять Этот вид А он здесь Вот наверх Поднимался Сюда куда-то Убежал Главное Мы туда идем И мы туда идем Короче Вот мы Поднялись На пик Главное Мы обошли Медведь Где-то там был Тропинка Как раз Кстати Так шла Мы его Больше не видим Эк Осторожно Мой год Я не люблю Здесь прям Обрыв А-а И Такое Чувство Что может быть Он даже Вниз Побежал Потому что Его здесь Нигде не видно Вообще Мечта Сбилась Наконец-то Медведь 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 Посмотрите, здесь кэмпграунд, можно с домом на колесиках Приезжать, смотри, у них даже беседки свои есть со столиком Потом там выход на реку, вот она здесь течет И это, кажется, стоит всего лишь 16 долларов в день Там коровки, или не коровки, не знаю, кустики А вот здесь именно у реки в такой природе можно за 16 долларов за ночь оставаться И главное, он пустой То есть, как мы могли даже сюда заехать Он конкретно пустой И мы с нашей орвишки могли бы туда заехать И вот здесь медведь тусуется И мы вот высоко поднялись И просто виды Мне нравится Монтана Хотя мы только маленький кусочек Монтаны увидели Но даже вот эта часть Монтаны очень красивая И сколько мы сейчас прошли? 3.6 мили 8 тысяч шагов 559 калорий Час и 28 минут Хотя в интернете писалось Трейл длиной 1.9 Что-то не пойму вообще, что за 1.9 3.6 Оказывается, анаконда или город бьют Они лежат на continental divide Ты говоришь, как долго люди continental divide идут пешком? Месяцами Потому что он где-то откуда? С Нью-Мексико начинается 2300 миль где-то 2300 миль где-то в Нью-Мексико начинается И куда-то до Канады ведет, да? Это именно вот по горам И люди реально этим занимаются Они берут палатку, вот все, что надо И вот они все эти месяца этот путь проходят И я просто еще думала Потому что в анаконде, когда мы едем по городу Иногда вдоль дороги идут люди прям такие явные Как будто они с похода Вот прям одеты Как будто вот реально с похода И они тоже выглядят не особо свежо Я понимаю, почему Потому что это эти люди, которые этот continental divide делают И иногда эти люди спускаются в ближайший город Чтобы там вещи помыть Или что-то там, может быть, покушать вкусное А потом они опять обратно поднимаются И дальше по этому пути Поэтому, если я как-нибудь увижу, я вам засниму Но я вот несколько раз уже видела Люди вдоль дороги У нас в городе идут Такие все уставшие С похода Такие вот все Ну видно, что они очень долго где-то ходили И я подозреваю, что они спускаются В наш город куда-то идут Что-то там покушать, помыться Может быть, одну ночь в гостинице отдохнуть И потом они обратно назад с нашего города поднимаются Так что вообще очень интересно Что люди даже таким занимаются Это очень интересно Я тоже, может быть, даже не против Но страшновато Потому что ты вообще где-то на дикой природе Вокруг тебе ничего нету И ты должен все хорошо спланировать Достаточно воды с собой взять Или какие-то эти трубочки, из которых из реки можно пить Потом надо еще всегда как-то находить реку Потому что местами она даже быть не может А что если хочешь пить, а кушать То есть это надо все как-то собой как-то взять Придумать, рассчитать вес этот рацион Чтобы потом месяцами в горах тусоваться Через всю Америку на горах пройти Короче, были только что в Safeway и хотели выбрать сушки И там мы смотрели сушки, да, с мужем обсуждали И там был американец мужчина, который потом спрашивает Потому что я взяла одну пачку сушек Он такой, а что это за сушки невкусные? Я говорю, да, они с манго Он такой, как я могу вам верить, если вы не американцы? Типа, это должно быть смешно Но мне это вообще не смешно Потому что откуда ты знаешь, американцы мы или нет? Ну, я могу это понять так Мы в маленькой деревушке И в такой деревушке нету никаких иммигрантов, иностранцев И в такой деревушке живут люди, наверное Которые чаще всего за границей не были И которые даже не могут понимать Что ты можешь быть американцем Который здесь родился, который американец, да Но ты можешь говорить на другом языке Потому что твои родители с другой страны, да, к примеру Например, как я Я, грубо говоря, родилась в Германии практически, да Выросла в Германии Я как бы себя немкой считаю Но говорила я на русском Поэтому меня-то как-то немножко взбесило Как я могу вам верить, если вы не американцы? Это даже просто не смешно Потом он к нам прилип С вопросами Откуда мы? Это тоже такой вопрос Когда вот в Америке люди задают Откуда мы? Я подозреваю, они это имеют в виду по нашему языку Потому что они слышат иностранный язык Им, наверное, интересно понять, откуда этот язык Но откуда мы? И на каком языке мы говорим? Это две разные вещи И обычно просто, чтобы быстро от нас отстали Чтобы много не говорить Я просто говорю, мы из Германии Хотя муж у меня не из Германии Мы из Германии Но мы говорим на русском Я это не говорю Это просто, да, вот я говорю, мы из Германии И никто не понимает, когда мы говорим Мы из Германии, никто не понимает, что А вы же на немецком не говорите Потому что американцы не знают языков Поэтому Как бы вот мы из Германии С мужем говорим на русском Но никто этого не понимает Такие вот дела Ну, наверное, здесь Достаточно редко увидеть иностранцев В магазине, да, которые говорят на другом языке Потому что это город Бьют Это такой маленький мимишечный город Сюда прям туристы не Суются И иммигрантов здесь тоже, мне кажется, вообще Приезжих нет, здесь даже мексиканцев нет Поэтому Наверное, сразу бросается В глаза и сразу как бы ты слышишь Что это за речь такая Это же не английский Что это за люди, откуда они И вот вопросы, откуда мы Откуда мы Прилетели Мы такие, мы здесь живем, мы неоткуда прилетели То, где вы живете в Техасе Смешные такие люди, конечно Откуда мы прилетели Мы как будто вообще-то здесь живем Техас Продолжение следует...